всем привет с вами андрей у нас рыцари бумаги 2 3 часть собственно мы остановились на том что мы пришли в лес который ну скажем так новый по сюжету для нас 1 1 1 локация давайте по возможности соберем сейчас ежедневные награды все зайдем в таверну у нас сегодня 21 алмаз плохо зайдем также в остальные места какие-то нельзя ну собственно склянка бесполезная библиотеку для нас только одна полезная книга 13 уровня станет не видно бесполезных данный момент поэтому их эти все книги можно сразу не убрать почему потому что девятый уровень для нас бесполезным две книги 13 уровня находится но опять же 13 уровне с вы увидите так же зайдем в маркет посмотрим есть тренинг а нас пол пауэр ты называем а физическую силу хорошую тренинг а физиком очень сильно поможет остальные все платное что касаемо вообще снаряжение на получается вар профессор человек клерик человек торговец будем такого называть чем полезен он 10 процентов за квесты дает золото вар дает ага то есть 15 процентов того что будет атаковать именно его для танка это хорошее на мой взгляд перк рога у нас эльф собственно если татуировщица татуировщица дает снятие негативных эффектов одного рандомного и замены его одним рандомным бафом очень полезная вещь и собственно шаман так называемый человек констебль умена вот констебль он получается у рандомного врага снижает его инициатива на самое последнее то есть в рандомный враг если враг один но будет ходить последним если врагов несколько один из врагов будет ходить последним вне зависимости от того даже если ваши персонажи хода я проходили последний будет ходить последний враг полезный перк особенно дороги поводина у меня он кузнец человек в перке кузнец делает 50 процентов быстрее улучшает айтемы ну сложно сказать насколько полезная просто подбирал по принципу сила ловкость и так далее не самый полезный перк но все-таки ничего лучше пока я не нашел по снаряжению у нас собственно как вы видите у нас большая часть предметов синие собственно броня гранита молоток и щит они синие у нас собственно у клерика доспех на энергию красный посох у него вставлены два камня это камни на высасывание хп то есть он при атаке 50 процентов от урона еще на воду оставлю себе здоровье и собственно синий щит уроки зеленый щит на энергией точнее не на энергию него на деф и на хп тринька чисто на скорость потому что роги постоянно не хватают скорости не собственно кинжальчик от называемый у него две тринки это получается огонь и высасывание жизни которые дают при убийстве врага а рога периодически убивает врагов при убийстве врага взрыв и наносит урон и 90 процентов цели вокруг вас но опять же это не всегда работает потому что цели разбегаются от нас вот шаман у него получается щит зеленый тоже на энергию посох синий с одной тренькой точнее без треньки но с одной ячейкой под нее и синий щит который мы по квесту выбили как собственно на клерике то же самое мы по квесту выбери щит после я выбил собственно из ежедневных заданий ну как сказать не ежедневных а заданий я выбил когда был в подводном городе и собственно последний это паладин у нас у него синий доспех синий молот и синий щит вот так вот паладин у нас внизу экипирован ну просто мне это больше улона наносит но в паладин он экипирует защиту потому что он более эффективен вот мы остановились по локации в лесу как вы видите давайте заберем ежедневную награду а еще одна минута видите на через гурбой отдали 50 секунд у вас ежедневная награда здесь как видите мобы собственно летучая мышь 75 ваш уровня 39 маг жук 41 57 дерево и еще шестьдесят восьмой мог но уровне очень сильную того важнее хп у нас рога около 5000 кп сносим за удар прикрытие поэтому рука достаточно сильно у нас все остальные у нас вон не наносят ну так по копейке скажем так поэтому все рога погибает мы по сути проиграли бой но на уроке висит уклонение поэтому он 50 процентов у него не так много шансов погибнуть вот давайте посмотрим что у нас по квесту у нас по квесту зеленый щит бесполезный и склянка на полтора десяти опыта ну и тут самое главное главное собственно рубинчики кристаллы как угодно назовите давайте попробуем 30 уровень квеста упомнил нашему бы примерно 30 уровня они постоянно вспоминают серого мага честно говоря уже это размораживает почему потому что серого мага мы в одной серии убили две его формы но почему-то серый маг до сих пор на мозги делает на самом деле вот эти вот летучие мыши очень опасны они кастуют яд очень сильный причем сильные это мягко сказано я ту них чтобы вы понимали примерно 20 или 30 давайте посмотрим их уровень у них по 7000 кп но это просто финиш мы таких пчелок не убьем скорее всего начнем их убьем но очень больно нам будет ускоряем руку для того чтобы он выходил после нас пробуем забрать первую пчелу эти четыре тысячи на наш максимум кастуем блес хотя лучше наверно не кастовать блеса пытаться добить хотя нет я да очень много будет эти насекомые кастуют яд очень большой объем поэтому нужно давать защиту молиться чтобы мы выжили первый ход они бафаются на крит урон поэтому первый ход мы тоже бафаемся как вы видите они ударили по шаману и шамана броня упала шаман в принципе может скастовать дождь шаман кастует дождь который каждый ход восстанавливать дебафы срезаем эту пчелу нам дали бесполезный авокадо она считается квест вам поэтому особый акцент на нем делать не стоит восстанавливаем магию своим ребятам и даем гард еще раз и промахнулся хорошо ходит танк давайте посмотрим у него все на месте кастую мага ударил 33 тысячи и 59 ядом нанес это очень много кастуем еще раз дождь и не факт что танк выживет но опять же учитывая то что урон в одну цель идет танк выживет в любом случае увеличиваем шанс крита так называемый баф роги кидаем на него слабость паладин может попытаться застанет но не факт что это получится но все таки можно попытаться эти попробуем стан прошел опять три тысячи удар ядом получили яд не снять не смогли что самое интересное но рога скорее всего его снимет давайте массажер ходит собственно шаман ну в принципе шамана можно просто бить и надеяться на данный рот и рот и это ржавость ржавость очень полезная тем что она хп сбивает мобом если видите да у них уже у оригинала 7 600 а тут 7000 то есть ржавость на 600 примерно сняла им давайте пытаемся вырезать мы смогли вырезать вот вы видите взрыв сработал собственно тренька у роги сработала на взрыв вот она 90 процентов дамагом пытаемся кинуть на нем слабость чтобы она меньше дамажа но она слабо дамажит но там большие дамаг идет от этого опять же она сняла рот и так называемым наполовину танка горит на себя шаман пытается еще ворот и повесить у него это не получается рога пытается вырезать мы смогли вырезать нам дали мусорный свиток он серый бесполезный показала практика поэтому очень мало монет то есть мы выполнили нам дали бесполезный щит он зеленый для нас бесполезный и 17 венов у шамана уровень давайте его прокачаем он прокачал собственно рефлексы и волю давайте расщепим эти несчастные щиты которые нам не нужны зайдем в кузницу расщепим их расщепили щиты и собственно слитки убрали также авокадо убрали она считается квестовым потому что у него статы очень-очень маленькие но по квесту за это авокадо вам очень много может быть давайте посмотрим что у нас еще по квестам маленькая тринка и что это новый класс судя по всему но он 35 уровня квеста это очень-очень много не факт что мы сможем его пробить и нам стоит пытаться давайте попробуем все восстановились все готовы пробуем я надеюсь будет не босс за этот обратите внимание сюда гнолов притащили посмотрим уровень гнолов мы кстати инициативу проиграли гнолова слабенько ударил но они дохлые гнолы единственно вот это вот 79 гнол какой-то странный а все остальные в принципе давайте кастуем на себя гортауру рога кастуют на себя уклонения гортауру уже упала кастуем на себе блок но бы очень много кастуем дождь я не знаю что эти мобы себя представляют поэтому я думаю стоит блэс пока кинуть блэс очень много урона получил шаман по танку бей бесполезно он слишком толстый палагином гортауру кастуем рога начинает срезать получается 1 вот этого дождь этого срезаем непонятного моба срезали теперь ходит танк танку даем масса горд для того чтобы все били и только его у него четыре щита есть он выдержит четыре блока шаманом кастуем дождь клериком просто бьем ну что тут особо вариантов нету плюс на восстановится магическая сила надо заднего снимать потому что он бьет по площади из-за этого нужно его снять вот этого номер девять который сейчас присутствует у нас нас срезаем номер девять я не попал по кнопке блин я не попал по кнопке из-за этого моего не срезаны у меня суть важно добираем этого тогда шамана мы не смогли нам не хватает урона очень много добираем тогда клерика на получилось забрать плагин горта у рука стоит пытаемся опять срезать от насекомое да мы срезали его они видите они в задний ряд прячутся думать что их никто не достанет самом деле рога срезает всех поэтому уроки все равно кастуем на них масса когда то что мы не били танка а сами пытаемся меня мелочь договорить тут по можно попробовать дать ему стан я не думаю что он сможет сопротивляться ему и режем просто этого одного обратить внимание у меня криты упали давайте посмотрим цифру крита у меня 600 критов на него видимо ничем не работают кастуем провокацию танка и просто бьем всеми руками бьет клерик и магия у всех установили получили некоторое количество монет квест собственно закончен вот собственно какой-то мог который скорее всего из квестовый наш которого мы открыли как вариант можно будет часов посмотреть новый класс мы открыли перед факер волкер прокачиваем клерику уровень уровень прокачали на у нас можно улучшить предметы давайте это сделаем у нас щит заградился на четвертого уровня еще один щит собственно посох на клерике который стоит ну и все больше пока ничего не заградили давайте посмотрим что за профессия нам открылась обязательно зайдем в гильдию посмотрим как вы видите у нас есть этот класс давайте его создадим посмотрим за класс что он вообще из себя представляет его способности в целом в идеале бы ему качну хотя бы до пятого уровня ну чтобы все его навыки открыть чтобы вы как и я видели поэтому давайте его создадим если я правильно понимаю он маг давайте еще раз посмотрим просто не написано чем он бьет если не написано зайдем его отдавать в мага нам неважно в чем он будет одет дадим ему вот этот доктора чтобы он был получше смотрелся доктор имеет бонус к двум плюс два очках сохранения то есть это как навык блэс то есть вы бросок кубиков на который дает ему возможность избавиться от дебафа и вот у доктора у него плюс 2 2 единицы идет на этот ну я думаю что ему не нужно скорее всего ему нужно либо хуман либо вилл не знаю либо эльф не знаю кто конкретно потому что я не представляю что это за класс но судя по он это скорее всего какой-то баффер надо будет посмотреть с ним один бой проиграть посмотреть проблема в том что если у вас персонажи очень долго сидят гильдии них все навыки сбрасываются до первого уровня на самом деле это очень очень плохо сложно сказать что лучше давайте посмотрим по спел тут 70 тут 60 тут чуть-чуть побольше мамы давайте все таки возьмем спел на хумане так называемый человеке выберем его и выберем его нам единственное нужно уровень у него 11 уровень будет посмотрим его скиллы у него стоит зеркало зеркало как у мага среди девушка что ему наш кольцо отдали ну кольцо длину бесполезное а он физой бьет смотрите-ка я ему зря отдал разработчик нам тут намекает что он бьет физой у него криты стоят у меня просто кольцо на дэв я моего не давал мне написано спел дамаг игнорирует защиту дождь дождь полезный но его очень долго качать ну зеркало это просто по вам есть шанс того что не попадут и удар просто в молоко уйдет это как наподобие уклонения давайте его посмотрим в бою правда понятно что 11 уровень слабоват я думаю сруга и они справятся отправим его сругой вместе и дадим ему еще этого посмотрим что он из себя представляет давайте один бой проведем с мобами все квест вообще красные стали у нас собственно тут мышка на 8000 дерева давайте посмотрим что он себя представляет ну рога сейчас срежет просто конца моим толстого того на 6000 номера не срежем давайте срежем 4000 до срезали давайте посмотрим ну шаман может повременить чем и бой бы уже выиграли почему выиграли потому что может сейчас повторно ходить рога и он может забрать его но я хочу посмотреть этого поэтому давайте просто подождем например дождь кастуем на него ходит это чудо но понятно два скилла так называемые дождь и зеркало бесполезны обратите внимание у него меч то есть это означает том что он бьет физой то есть его надо физу качать давайте посмотрим что за скиллы у него так называемая защита ухты ну понятное дело что он погиб потому что против посмотрим что за защита три процента дамага в таргет улетает на самом деле массовая защита это полезный перк у нас не получилось его посмотреть нам нужен клерик был нужно было клерика с собой брать я что-то не подумал давайте сейчас убьем по-быстрому это насекомое еще раз посмотрим убили этого насекомого его получается надо физу качать а я я прокачал в маге просто думал что он маг первый навык получается его как массовый щит то есть он танк защищает массой на самом деле полезный навык я бы даже сказал очень полезный вот этот вот защита 36 процентов на самом деле крайне полезно но давайте посмотрим во второй навык и и пассивку заодно нам бы в идеале кашин на кого-нибудь другом посмотреть но я думаю мы и на этих можно посмотреть на блине они этого не взял ну ладно находит шаман кастую дождик пускай он будет давайте срежем от номер три чтобы он нам не мешал а мы не смогли этот выжил он бьет физу и давайте его пассивный удар посмотрим он просто нанес удар и полечился то есть как и шаман они прияты наверно лечение этого но как вы видите в достаточно сильные серьезные ребята из-за этого вас особо не получается ничего сделать давайте дорежем этого урон зеркалом работу срезаем это насекомое рога скрита опять же у его возврат к видимо стоит магию моему дать не может то что мы не клерик надо клерика набрать не подумал ну ладно мы собственного добили не он еще он на последнем дыхании убил шамана ну ты просто гнида ладно убила нам шамана 4 800 на шамана меня это чудо 600 монет сложно сказать пока непонятно что он из себя представляет просто если его отправить за с команде в другими ребятами то дима будет очень больно качать по внятным причинам нет смысла что либо потому что пока непонятно что он из себя представляет ему скорее всего отдавать тогда не доктор если он физик спасибо физик ему нам давать например рокера больше у нас ничего такого нету да давайте на уроке разводим в принципе не должен неплохо смотреться на нем давайте перебежим заберем нашу команду перебежим на маленькую локацию на низкоуровневыми какую-нибудь для того чтобы мы могли 2 экипировку давайте прокачаем для того чтобы она там просто не отсвечивала своими цифрами имеется ввиду чтобы она просто цифрой 2 там не пихала посмотрим что это персонаж вообще что и писем он представляет за одном пару квест пробежал 18 тысяч дорога стоит очень дорого нас напали по дороге у нас напал призрак призрак и насколько я помню очищение это стоит давайте в этом убедимся нет он не очищение к стоит то факт том что закончился призрак собственный добежали до деревеньки тут нет нормальных квестов мы могли бы сделать но давайте как вариант здесь и посмотрим на этого персонажа еще раз оставим ему клерика оставим руку всех остальных уберем если он танк то в целом должен неплохо себя показывать давайте какой-нибудь кого-нибудь его выберем три рыбины три рыбины очень больно но все-таки у нас вариантов особо нету поэтому давайте возьмем три рыбины дорога срезает рыбу полина мы его не можем посмотреть его сразу убивают нам нужно пониже уровень мобов чтобы мы могли посмотреть давайте мы резурект не собственно 2 его скин первые это получается но собственно дамаг убьет и спелл дамагом то есть это магический удар получается он игнорирует защиту удар дохленький по нет причинам он слишком слаб склянка выпал но для сана неинтересно он опять упал потому что здесь воскрешение временное то чтобы она была постоянная вам нужен перу феникса зеркало понятно что из себя представляет дождь тоже понятно ментальный удар тоже понятно мы только что его посмотрели удар сквозь защиту в целом неплохо полезно удар это для dd шикарный удар я бы даже сказал первый удар вот щит призрак в принципе неплохо но опять же как видите как я понимаю на по 3 процента он то есть ему нужно прям максимальная защита этому танку для того чтобы он просто держал полезный скилл но он очень сильно ест ману на танка в общем полезный пять процентов от конечно прикольно нам мы не посмотрели его пассивную способность давайте еще один бой 5 3 рыбины что же нам так не ладно я надеюсь он выживет минусом и 1 ходит этот нет не ходит вот собственно его пассивная по способность смотришь она делает просто удар ничем не примечательный просто удар лечим за свое здоровье ничем не примечательный персонаж его как защитой неплохо но опять же в этом вопросе провокация чем лучше она более полезно срезаем последнего возьмите много сверху накидала ну в целом сказать персонаж не особо игнорирование дома защиты для роги было бы вообще шикарно дождь танкующий спелл в принципе неплохо зеркало для танка шикарно на самом деле как танк он в целом неплох потому что зеркало вы просто не сможете по нему бить а он но опять же он не провоцирует а то есть он например танк мой сейчас я вам покажу его у моего танка есть провокация вот собственно она идет таргет она таунти три цели я почему не качаю ей уровень потому что уровень увеличивает физдамага а мне просто таунтик нужно мне не нужно чтобы поэтому в целом тот неплохо у него но опять же он не таунти цель то есть он защищает ее и он будет получать урона от всех то есть это как паладин который получается гард ауру кидает но тот более сильный танк потому что он в процентах получает то есть тут будут цифры то есть например у 407 не знаю сколько ходов он держит на счете там не написано сколько ходов он держит а ура но опять же нужно на его равном уровне смотреть и причем без наших грейджи на их персонажи потому что они его просто выпотрошат там не написано сколько он ауру держит они не написано то есть видите то есть по сути говоря постоянно если по три процента на десятом то есть процентов 30 но вообще достаточно сильный щит причем он массовый суд судя по всему щит поэтому это полезно и хотя тут написано выборочно написано ведь и на один раунд но смысл на один раунд след next раунд на пати щит не тебе возвращает 6 процентов ну понятно ничем особо не примечательный тогда щит если он на один раунд он конечно может поддержать но его тогда надо постоянно кастовать этот щит чтобы он просто держал удар если он не будет держать удар но и смысл тогда от него то есть получается он как гард ауру этого паладина только он чуть чуть больше магии ждет ну в общем и целом не особо полезный персонаж много квестов я почему они все красные тридцать пятый уровень мы скорее всего не продавим уже мы просто ниже уровнем наш персонаж у нас 30 29 30 32 31 29 то есть мы элементарно по уровню ниже поэтому скорее всего не пробьем ну давайте все-таки отказать квест путешествия давайте посмотрим куда нас он приведет какой твик на я верюсь нас с этого болота утащит нет нас не отащили с болота очень плохо мы еще инициативу проиграли собственно ну что могу сказать слабые мобы гнолы единственных жирные 7000 это все остальные ничем и не примечательны хотя это магия то есть их надо в первую очередь резать потому что они будут нам очень сильно делать мозг убиваем мага собственно это чудо кастует просто снизу снижение дамага бесполезно если у них те же скил и что и на стартовых мобах то тут против них надо гартауру кидать и ловить урон потому что они будут массой бича заливать будь содой своей а сода очень больно бьет инвиз нужно тоже тушить потому что нам не нужен дамаг их понятно причинам он может промахнуться поэтому бьем лучше у нас по стопроцентной вероятности восстанавливаем магию персонажем танк дает массовую провокацию но сейчас при выходе из инвиза он будет бить с плашом маком номер восемь который достаточно больно бьет около пары тысяч пробуем срезать мага у нас не получилось его до резать добиваем до добили мага отлично блэс бесполезно кастовать нам нужно гаска ставать снижение через давно снижение дамага сюда нужно просто кидать агарх для того чтобы он он держал их на себе танк видите он бьет примерно по 700 по 1000 удар опять же рога бафается на криты сейчас нам нужно будет семидесячников срезать как-то в идеале чтоб шаман снял с них количество хп их но это прям мечта мечта кастуем защиту чтобы танк все-таки держал и кастуем гортауру он ударил паладина и клерик вот клерика плохо паладина фиг без ним срезаем маленького 4000 нам урона хватило лечимся он ударяет его и восстанавливает магию ребятам этот просто кидает провокацию на него паладин пытается застанет его получилось его застанет судя по всему но не сработает бакстеп потому что цель раньше нас ходит естественно мы просто кидаем на него яд на него также повесил сраты называемые ржавчиной тем самым у него меньше хп ну собственно мы его добили и выиграли этот квест получается я правильно понимаю да мы выиграли этот квест нам дали 17000 монет но для вас они конечно мусорные бесполезные собственно арба восхождение но тут для предметов которые высокоуровневые а собственно нам говорят нужно собрать три зеркала и вернуться сюда и мы получим сферу огня точнее арбу арбу огня она называется вот полезная вещь но она опять же можно зеркала выбивать с любых мобов то есть не обязательно вам на конкретной локации единственно очень долго будет ходить что может быть для вас не самая полезная вещь поэтому грейдим пока предметы свои у нас они синие в данный момент по цвету собственно молот и щит загрейдили на молоте кстати зачарование стоит у меня сейчас я вам покажу его вот обратить внимание защита холода так называемая если я правильно перевел оно увеличивает дамаг на 20 процентов и дает абсорбит дамаг на 350 единиц но опять же это на один раунд собственно то есть пока висит щит как только щит падает сразу дамага становится меньше в теории отдать его роги но пока нечего дать паладинам и танку альтернативы пока никакой нету поэтому сложно в идеале давайте хотя я думал мы будем двигаться что очень странно что травилы как путешествие давайте попробуем забрать этот сферу восхождения так называемого они между собой разговаривают на самом деле моба уже очень высокоуровневые же у них очень много урона а собственно этот квест очень легкий они между собой поговорили мы забрали две сферы потому что там было видно награда очень маленькая то они там по семнадцать тысяч по двадцать дают а то тут буквально две копейки там 200 что всего лишь золото было то есть это прям вообще копейки копейки по крайней мере на моем уровне на текущем это копейки кстати говоря мы не прокачали этот бесплатные 500 золота конечно нам погоду не сделает этот по сути бесполезно но начали полезные а собственно книга и собственно ледяная сфера книга опыта на тысячу опытом тысячу опыты тоже копейки они бесполезные обратите внимание рапира какая-то интересная на физу и деф на самом деле интересная рапира в теории ее можно было бы взять она причем на одну одноручная но единственная проблема в том что она физа синяя подожди давайте посмотрим на роги что у нас у нее физы у роги меньше и уклонение кстати у роги это получается единственное уклонение да да это единственное уклонение то есть если мы заберем у роги этот дротик то у него упадет уклонение роги скорее всего не стоит это отдавать а вот какому нибудь танку как вариант можно попробовать отдать хотя у него у него тоже видите уклонение хп то есть молот лучше потому что для танка уклонение хп ну и так слегка физа в общем то что они бьют физой то неплохо в идеале конечно же эту сферу отдать роги но опять же на один раунд сомнительное решение на первую точнее вот поэтому рапиры по сути бесполезны потому что у роги тогда вообще уклонение упадет у него и 211 уклонения уйди тут у нас 211 цифры есть то есть грейдить 50 процентов уклонения а если как его грейдить если его не будет соответственно рапиры для нас бесполезны да там больше физ урона будет в лицо но рога не сможет защититься то есть у него защита будет ноли и даже вероятности не будет но рапиры конечно неплохо смотрится если каких-то а нам чупакабры убить чубакабр ну как мне показала практика чупакабры которые будут указаны это нежить собственно она у нас обитает на кладбище локация выше и достаточно серьезные ребята ну почему серьезные потому что вы будете они появляются только на харде а что вы понимали хард изи вот собственно бои вот они появляются только на харде то есть вы понимаете да что хард это для нас конечно и самое лицеприятное давайте прожмем дальше квест посмотрим они постоянно вспоминают этого несчастного серого мага что же он такого сделал что вы до сих пор про него вспоминаете забудьте вы уже про этого серого мага но мы его добили у нас напали летучие мыши в большом объеме но это было ожидаемо потому что квест назывался бац что в переводе означает летучие мыши они бьют с плашом поэтому нам нужно будет вырезать эту компанию давайте посмотрим сколько хп четыре с половиной тысячи в принципе я думаю мы срежем рога первый ход пропускает получается мы бафаемся на блэст если они крыков будет кидать шаман кастует дождь для того чтобы восстанавливать частичные повреждения танк блок кастует у него 34 процента защиты в лицо паладин кастует гартауру для того чтобы защитить всех своих от магов очень шикарная аура на нас кастанули кровотечение на клерика она скорее всего достаточно жестокая но у нас есть татуировщица поэтому мы сразу минусанули посмотрим что они нам нужно забрать вот этот блуд тик 3 в общем это кровотока вот это вот чупакабра которая о которой я говорил а вот собственно их две здесь давайте срежем эту чупакабру номер один мы срезать не сможем потому что бак степ работает по принципу убей после себя то есть и например если ты играешь носим для урога у меня номер три то есть я могу только срезать номер семь по врагам по целям и номер девять в данный момент так момент так 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 Продолжение следует... 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 как вариант попробовать дорезать единичку но у нас не получилось давайте шаманом шаманом получилось отлично срезали единичку кастуем масса гор чтобы били то танка мы понятное дело что на магов это не работает но все же и на удары с плаушом но по крайней мере он один из ударов будет бить по вам что то есть по танку что очень важно урока тут может всех срезать поэтому урока пытается найти поскольку хп тут 1000 хп давайте рога 4000 грезать точнее пяти тысяч ником и обоих срезали все рога забил почему очень важен взрыв потому что он забирает цели которые он не добил еще то же самое можно было бы дать паладину собственно нам нужно прийти на деревню новичков нам об этом говорят собственно вот наш клэс здесь нам нужно сюда прийти сюда идти 21000 давайте дойдем и у нас по дороге что будет тормозить скорее всего кто-то на нас сто процентов нападет по крайней мере должна быть но и как видите нас не напали нас просто могут напасть по дороге собственно мы дошли две деревни новичков нам дали 2 арбы немножко гемов а что касаемо опыта тысячи опыта погоду вам не сделает убираем арбы убираем собственно книги скачаем щиты уровень тут пока еще не доступно посмотрим что у нас по квесту нам говорят дадут треньку на 3 уровня для сна бесполезная потому что у нас треньки стоят девятого уровня те же на спелл пауэр точнее не на спелл пару на физическую силу которая здесь в процентном соглашении у нас на 9 треньки стоят сейчас я вам покажу их они мы их купили в магазине точнее купил магазине вот они у меня стоят девятого тира поэтому для меня третий тир вот этот ну ничем особо не примечательный они вот здесь продаются я конечно же не за кристаллы брал out за монеты 20 тысяч 90 кажется что много на самом деле это копейки у вас там за квест примерно тысяч по 5 по 8 дают иногда там чуть ли не в 10 ух улетает на квест из разряда убить там одного мод моба достаточно простые квесты посмотрим остальные у нас тут драгоценные собственно камень нарисовался как вариант можно его сделать чтобы драгоценные несколько проблем в том что нам нужно тут собирать как вы видите значок именно гриба который в правом верхнем углу на квесте висит это означает то что вам что-то скорее придется собирать но это пассивный квест но все равно кристаллы это полезная вещь поэтому стоит их попытаться забрать они скорее сейчас между собой поговорят и мы заберем эти кристаллы да так собственно и получилось они между собой поговорили мы забрали гема очень полезный квест по сути говоря мы их за бесплатно получили а последний король дракона опять же то же самое тут тот тоже самый принцип почему потому что он стоит 100 опыта ну то есть тянут копейки собственно они между собой разговаривают но опять же это чисто лор игры мы его пропустили сейчас нам отдадут собственно кофе кофе является квестовым предметом и немножко гемов гемы как вы понимаете нужно собирать потому что за гемы можно элементарно улучшать во первых строения что очень полезно для вот например если улучшить улучшить строение элементарно на хранилище у меня был элементарно больше места но не сам не в инвентаре а именно самом хранилище что очень полезно кулдаун некоторых предметов вот например на 15 процентов быстрее маркет пресается те же например триньки на кузнице на том же самом улучшение отдает гораздо больше чем может показаться на первый взгляд то есть она видите открывает возможности айтемов грейдить очень полезно те же подземелья она если вы его не прокачаете она вам не даст возможности открывать уровне но опять же в подземелье они не прошел там 10000 тролль стоит который бьет 2000 поэтому я не пока не смог его пройти но возможно в одной серии мы все-таки попробуем пройти я надеюсь что я все-таки смогу прибежать на тролли посмотрим еще есть нет больше квестов таких вот нету и как вы видите они тут нужно пчелу для археологов для тут нужно картошку собрать но для нас но это с обычный квеста и ничем не примечательны местные вот но опять же как я говорил ранее эту на разбор а склянка полторы тысячи кп но в целом неплохо но есть лучше склянка полторы вещей вашу мы понимаем что был полторы тысячи кп для танка у него 6000 для паладина но у него полторы 1900 но для него опять же он физика чем то есть если мы бы качали ему например не физу а скажем что-то другое то для танка это было бы очень полезно почему физу потому что он просто быстрее тушит мобов на самом деле он кастует горд ауру ему по сути говоря физом не нужно потому что основная его задача как танка держать удар и не просаживаться то есть теории вот эти вот вещи можно снять наверное кроме ним поставить оставить ему фокус оставить ему body у нас call power с него снять потому что но для него он весь будет бесполезен потому что спелл пауэр идет чисто для фарма то есть если вы знаете чтобы логин у вас на минусе про тысячу урона то есть для добивания целей и цели там остались на и папа немного хп ну и паладин просто всех будут забивать молотком но паладина конечно вот это вот минус 8 это конечно шикарно она еще ведь качается то есть у нас получается не максимальный уровень чтобы вы понимали по книгам у нас по книгам идет сейчас синие есть еще фиолетовые книги есть еще оранжевые книги то есть у нас еще никого го вот и есть 15 книги из 17 есть 19 и есть 21 книги то есть это 21 уровень стрелов это минус 21 настан то есть существо скорее всего мы сможем достанет и факт что мы сможем достанет босса то вот квеста но факт в том что большинство других врагов мы сможем достанете опять же в против столпе так же бесполезно но факт в том что крупного и опять же она только передний ряд станет то есть а цель просто не сможет ходить поэтому вот этот вот баш так называемый паладиновский крайне полезная вещь а на урон можно не смотреть потому что урон там даже если будет копеечный это не важно важно что что вот это вот на сохранение очков минус 8 играть о том что у них будет минус 8 то есть им нужно будет просчитать чем сильнее качаешь тем более эффективно ладно мы на этом с вами закончим всем спасибо за просмотр с вами была